Действительно, все течет и изменяется, только в худшую сторону. Главной новостью двух последних дней стал дождь, точнее, последствия, которые для многих стали настоящей катастрофой. Сегодня мы решили отказаться от рубрик СОС и что случилось, потому что практически весь город, по сути, превратился в одну большую коммунальную проблему. Во многих домах крыши оказались настолько худыми, что дождь шел прямо в квартирах. Наши корреспонденты объехали несколько адресов, где проблема приобрела колоссальный размер. Ночью прошел сильный дождь, и вот у нас начало капать. Сначала капать вот здесь начало. Вот видите, по стене потекло. Вот здесь к утру вот все потекло. Вот сейчас здесь потекло. Спальня потекла, кухня потекла, все течет. Спальни света нет, на кухне света нет. Мы как в пещере живем. Светлана Ивановна вместе с сестрой живут на нефтяников три. Не спали ночь. То и дело, им приходилось менять наполненные водой ведра. Вода с потолка текла, как из крана, рассказывают женщины. И так во всех квартирах дома. Здесь два инвалиды, здесь два инвалиды, здесь два инвалиды. Здесь вот женщина живет в однокомнатной вообще. Она уж сколько не платит, забастовку делает. И чего толку? Вот льется, просто льется. Коммунальщики, как бывает, довольно часто ссылаются на должников. Якобы этот дом единственный не вошел в программу капитального ремонта в этом районе. Из-за неуплат. На руках у коммунальщиков решение суда о возмещении им денег. Сейчас этим вопросом занимаются судебные приставы. Мы будем помогать в любом случае. Независимо от того, есть на этом доме долг, нет. У нас тоже есть какие-то накопления, которые имеет организация. И вот эти деньги мы пускаем уже на тех, кто имеет долги. То есть мы закрываем вот эти дыры, как-то пытаемся помочь людям. Ну, минимум комфорта, но создать какие-то условия для жилья. Врасплох попали и жители улицы Томилинской. И это при том, что этим летом в доме 236 начался капитальный ремонт крыши. Старый слой сняли. 40 лет дома ни разу капитальный ремонт крыши не делали. Старый слой сняли, 5 КАМАЗа вывезли. Завезли новый, но не положили. Или положили не по технологии. В результате вчера был ливень сильный. Значит, начался, пол первого начали заливать девятый этаж. В пять часов пришли люди с работы, у всех пощипалтка воды. Потекла вода отсюда. Вот посмотрите, до сих пор стены мокрые. Вот там вот все еще мокрые. Вот итог проделанных работ. Хотели как лучше, получилось как всегда. Сколько ведер воды перетаскали за эти сутки, люди со счета сбились. Известно одно, пострадало 11 квартир. Коммунальщики компании «Мир» объяснили, что беда. Действительно пришла нежданно. Как будто бы прогноз погоды. Особо засекреченной информацией и о дожде узнать просто невозможно. С планированием работ у этой компании явно проблемы. Дождь был настолько сильный, что мусор, строительный мусор, который остался на крыше, его размыл и опять часть попала в ливну. Пострадали квартиры. Все квартиры, которые пострадали, мы со всех возьмем заявление, узнаем, кто что хочет для возмещения, и вопрос будет закрыт. Признав вину, коммунальщики, возможно, поспешат и загладить ее. Пока, во всяком случае, заверяют во возмещении ущерба всем без исключения и скорейшем ремонте крыши. Ольга Аксенова, Олег Штылер, Орин ТВ. За два дня вскрылись самые серьезные недоработки коммунальщиков по всему городу. По всем заявкам съемочная группа просто не может выехать. Для ТСЖ и управляющих компаний мы специально даем адреса тех домов, где положение отчаянное. В надежде, что сознательность у тех, кто должен ремонтировать кровлю, все-таки проснется. Первое место в рейтинге жалоб занимает ТСЖ «Городок». Они не реагируют на поток в квартирах жителей проспекта Гагарина, 22 и 25 дробь 3. Жители улицы Алтайской, 8, прикрепленной к тому же ТСЖ «Городок», рассказывают, что капитальный ремонт крыши был в этом году. Но после дождя квартира затопила вновь. О качестве работ говорить не приходится. Жители улицы Ткачева, 89, рассказали, что сотрудники ТСЖ «Сырейка» вот уже месяц чинят крышу их дома. Руберой сейчас сняли, и дождевой воде почти ничего не мешает попадать в квартиры. В 35-м доме по улице Беляевской в общежитии течь дошла уже до третьего этажа. Пострадали около 30 квартир. Сотрудники ТСЖ «Евразия» на проблемы людей внимания не обращают. Глухи к просьбам о помощи и сотрудники управляющей компании «Северная». По адресу Юркина, 72, вода течет по стенам, потолкам и даже из розеток. На улице Каргандинской, 102, воду собирать уже не успевают. Она стоит по щиколотку. Сотрудники управляющей компании «Центральная» о проблеме знают, но тоже ничего не предпринимают. Тревожные звонки поступили из авиагородка, с улицы Авиационной, 20. Сотрудники ТСЖ «Дельта» капитальный ремонт кровли проводили в прошлом году, но проблема эта не решила. В этом году течь пошла снова. Уютный дом отнюдь неуютный. На улице Солмышской, 9, дробь 1, жильцов затопило до восьмого этажа. Но сотрудников ТСЖ «Уютный дом», похоже, это совершенно не интересует. Стоит отметить, что мы озвучили лишь малую часть адресов, по которым люди действительно в бедственном положении. Прогноз погоды до конца недели неутешительный. Возможно, на эти проблемы администрации города стоит обратить особое внимание и попытаться сделать так, чтобы ТСЖ и управляющие компании не наступали на одни и те же грабли каждый год. К теме последствий дождя мы еще вернемся во второй части нашей программы.